друзья доброй ночи из киева у нас начало 3 и 02 02 была объявлена воздушная тревога в киевской области с минуты на минуту объявит наверняка в киеве воздушную тревогу минут 20 назад я мониторил ситуации и увидел что шахиды летят в сторону черниговской области ну сумская черниговская ну стало почти очевидно что они все-таки наверное на киев летят том числе я написал об этом своем канале в своем телеграм канале о том что летят и возможно на киев это было 15-20 минут назад сейчас подтверждено что летят шахиды на киев но в дороге ведется боевая работа поэтому сколько до нас долетит это целый вопрос будем надеяться что мало а почему сегодня атака дронов во-первых потому что пару дней как российская федерация получила новую партию дронов из ирана прилетели самолеты и так далее но это известная история как вы никакой тут новости большой нету но вы знаете как только у них новые поставки то у них увеличивается количество атак дроновых и самих дронов в атаке тоже увеличивается но вообще я хочу сказать о том что с этим с этим как бы все понятно мы с вами уже давно в теме уже почти 16 месяцев до через через три дня будет ровно 16 месяцев как украине идет война хочу сказать о том что предыдущая неделя в ну понятно что эти две недели они просто невероятные по своему по количеству событий и потому что во первых потому что началось украинское наступление а если говорить правильно украинские контрнаступательные действия потому что это не есть в полной мере наступление то что происходит последние две недели это называя простонародие разведка боем но даже эта разведка боем дала нам мощные результаты вы знаете что за последние за неделю за первую неделю было освобождено украинскими силами обороны 7 населенных пунктов и взяты под контроль и пару дней назад еще один населенный пункт запорожской области пятихатки ну можем говорить о том что за две недели 8 населенных пунктов но это при том что не было масштабных атак работали батальонно-тактические группы то есть не небольшие группа работали вот но за эти две недели конечно шуму и шуруху навели в стане врага украинские силы обороны очень и очень мощно поэтому друзья у нас вот такие вот есть первые результаты нашего контрнаступления это что генерал заложный и его команда остальные генералы смогут обмануть российский генштаб и лично в валерии герасимова то в этом нет абсолютно никак никакого сомнения и ближайший удар будет настолько жесткий и мощный что россияне начнут скулить а часть из них уже на сегодняшний день бегут и количество россиян которые сдались плен стало значительно значительно больше так что друзья учитывая что у нас в украине режим тишины нельзя всего сказать в эфире потому что мы мониторим ситуацию я знаю некоторые такие факты просто потрясающие невероятные со временем они будут в общем известны но пока пока хотим не хотим мы не имеем права говорить больше чем необходимо поэтому если вы слушаете и смотрите это видео значит мы с вами вместе участвуем участвуем так или иначе в этом наступлении и самое главное мы с вами являемся той частью и псо которая позволяет нам обмануть нашего врага врага который пришел к нам на нашу землю нас всех уничтожить уничтожить нас как страну поэтому у нас все законы и права на оборону на освобождение своих территорий и по сути эта война может даже привести к тому что у нас есть право захватить в ответ часть российской федерации другой вопрос о том что военно-политическое руководство украины заявляет о том что у нас нет таких целей и так далее но я хочу сказать еще одну важную вещь но есть такая цель или нет со временем посмотрим